Поехали! Продолжаем разговор. Время отвечать за свое поведание перед теми, кто слушал и смотрел. Ну что ж, давай сразу тогда и начнем зачитывать вопросы, которые в чате Народно-Славянского радио появились и на канале YouTube. Еще раз напоминаю, Slavradio.org, одно слово Slavradio, это у нас наш сайт, и youtube.com.slavradio, тоже одно слово Slavradio. И первый вопрос в эфир от дяди Васи. Если я люблю этот мир, значит я буду воплощаться здесь вечно? Любовь это такая вещь, что надо понимать, что это такое. Любить мир и не преображать его, не делать его более родным. Ну невозможно. Если ты любишь этот мир, если ты пытаешься этот мир преображать и в плане труда, и в плане объединений, тогда конечно. Ну, если ты достигнешь каких-то особых высот, не знаю, возможно, есть какие-то более серьезные воплощения. Я, честно говоря, об этом мало что знаю. Но, скорее всего, люди, да, они воплощаются и воплощаются. Не пропадают просто так души, если у них есть связь с этим миром. Если они хотят, если они любят, ну и если они стремятся сюда. Есть такой круг пра. Это наши правнуки, это наши прадеды, это мы и это те, кто находятся там. И если мы их зовем, и если они хотят попасть сюда, тогда этот круг не заканчивается. Хорошо. Еще вопрос от дяди Васи. Так, по-вашему, все-таки была раньше высокоразвитая космическая цивилизация на нашей Земле или одни щи, борщи и лапти? Высокоразвитую цивилизацию мы представляем как огромные трактора или там небесные космические машины, которые с помощью каких-то неведомых нам весел бороздят Вселенские океаны. На самом деле вся, все величие, оно находится внутри нас, в нашей Душе. для того, чтобы путешествовать по космическому пространству даже, для этого не нужна великая техника. Для того, чтобы вычислить календарь и понять, что в нас присутствуют все энергии от тончайших до каких-то тех, которых уже можно увидеть, гормонов, для этого не нужно обладать совершенными, не знаю, хирургическими или там техническими инструментами типа телескопов или наоборот микроскопов. Все величие цивилизации и все величие человека в его Душе. Были школы? Наверняка были. Те, которые просчитывали вот тот же календарь. Были люди, которые понимали, что если человек каким-то образом прервет свой род или не будет воспитываться в родовом обществе, то на этого человека нападут паразиты. Ну, либо его самого заразят, либо будут наживаться на нем, но уже не дадут ему ни любить этот мир, ни преображать его. Ну, как-то вот так. А ты можешь так вот просто на вскидочку ответить? Все-таки мы здесь появились по Дарвину, по тому, как трактуют библейские учения, или все-таки наши корешки-то откуда-то с других миров, с других планет, земель? Что касается самой Тушки, управляемой нашей душой, то ее происхождение в принципе не так важно. Вполне возможно, что каким-то образом что-то есть из библейского сюжета, но суть совершенно не в этом. Мир воплощает в конкретной точке конкретную душу. Эта душа строит тело, строит все энергии этого тела. И каждый человек он воплощается туда, куда его направляет тело. И соответственно там, где он родился, такое тело он и обретает. Если мы думаем, что вот Земля это какой-то великий суперорганизм или солнечная система, или галактика, а клеточка это нечто ничтожное, то это совершенно не так. Для того, чтобы вы жили, миллионы клеток ежедневно погибают и отдают вам свою жизнь. Для того, чтобы жил целостный организм. существуют животные, те, которые являются частью, так же, как и человек, огромного организма Земля. Если, допустим, в вашей клетке скажут, что вот это тело, оно живое, то, в котором ты присутствуешь, и не зря сюда подведены все питательные элементы, те энергии, которые дают жизнь, может быть, клетка будет смеяться и скажет, да ну, было бы оно живое, чего бы так поступало. Поэтому мы тоже не видим, где мы, как мы, насколько живой космос вокруг нас. Мы воплотились здесь и сейчас. Не знаю, ответил ли нет. Ну, то, что божественное все-таки изначально и превыше, поскольку это является архитектором всего того, что потом здесь воплощается, то есть проект пишется извыше, а дальше он здесь воплощается. Это я с тобой не спорю, это однозначно и вообще, мне кажется, даже обсуждать нормальным людям и не стоит. А вот с точки зрения того, что ты думаешь, что тушка, как я услышал, тушка здесь это вторичная и третичная и вообще не имеет смысла никакого, но есть она и есть. Вот тут я... Нет, 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 Мы обретаем то тело, которое в данном мире, в данной точке очень важно. И если мы воплощаемся как человек, мы обретаем тело человека. Если мы воплощаемся как клетка, мы... Если мы воплощаемся как Вселенная, мы обретаем тело Вселенной. И тогда совершенно по-другому идут энергии, тогда совершенно по-другому. Тут ведь мы многих тел просто не видим. мы не знаем что такое земля и мы не видим ее тело оно для нас непонятное мы не видим тело солнечной системы нам кажется что есть солнце и какие-то планеты вращаются а на самом деле это такая огромная плоскость центре которой летит одна капля вокруг нее вращаются какие-то другие капли эти капли они какой-то оболочки более-менее твердой какая-то из этих капель может снова стать звездой образовать свою систему если мы смотрим на цветок мы тоже в этом цветке не все понимаем может быть и не надо даже нам все понимать но все это мы должны чувствовать чувствовать осознавать в себе и жить в согласии со всем миром неважно это мир цветков мир клеток или это мир вселенной от всего к нам поступают какие-то энергии они поступают через тело они формируют нашу душу если сказать что есть какой-то проект а мы который запросил нас сюда это не совсем так мы часть этого проекта мы часть планеты земля как единого большого суперорганизма ну для нас и наши клетки часть нас мы для него такой специальный для нашей земли бог это какой-то центр галактики для нашей галактики есть свой и все имеет свое тело ну и надо хранить его беречь и пока не расстанешься с ним понятно но вопрос не совсем об этом был новую с твоя точка зрения ясна хорошо идем дальше от владимира измытич вопрос пришел здравия всем андрей расскажи зачем происходит разделение на две части рода род земной рот небесный зачем нужно это деление на части для того чтобы понимать что внутри нас есть свой рот вокруг нас есть свой рот и есть еще рот небесный и это тоже часть нашего рода это то родное откуда мы берем какие-то энергии даже слова энергии то это не такое слово откуда мне что получаем и мы живем в ладу совсем этим если где-то мы не знаем нашего календаря допустим не соблюдаем наши праздники какие-то по лунному по солнечному календарю по суточному календарю если мы не спим в полночь если мы не отдыхаем там полдень если мы не соблюдаем восход закат то мы теряем ну глупое слово но энергии теряем нечто такое из нас уходит а если мы еще и соблюдаем все календари потихоньку мы разрушаем и свое тело и свою душу и свою связь со всем что есть может это слово энергия слова силы силой заменить словом это и силу это и вещество это это все в одном не но энергия это составляющие вещества все таки вещество это вещество и энергия эта энергия когда вместе складываем получать что-то интересное потому что если мы берем силу из вещества но общем то перестанет существовать вещество и оно содержит и то и другое третье и объем она содержит и силу и энергию как там говоришь поэтому может быть энергию заместить хотя бы на этом этапе пока там что-то более крутое не придумали на слово сила кто-то сила пространства силы человека то есть энергия пространства энергии человека сила солнце и я думаю что то вещество которое есть более тонкая, оно составляет энергию. Из этой энергии у неё тоже есть своя форма, своё вещество. Фотон — это тоже электрическая энергия, тоже имеет какое-то своё тело. И это тоже вещество. Ну, понятно. Я просто про то, что если сила упорядочена, если она направлена, имеет какое-то направление или, как говорят, вектор, движение, то в этом случае это уже появляются новые качества. Вот сила — это когда... Сила и сила, она есть. Ты вошёл в это силовое поле, ты чувствуешь, что оно есть, но оно упорядочено вокруг чего-то. Но это чего-то можно направить куда-то. Можно разложить, можно концентрировать, можно сжать, можно растянуть. То есть здесь вот эта сила... Это более русское слово и имеет какой-то свой образ. Конечно, конечно. О том и так энергия, энергия, энергия. Ну да, хорошее слово энергия, но что оно означает? А когда ты начинаешь понимать, что это сила, которую можно вот в разных направлениях сюда направить, сюда направить, концентрировать, растянуть и так далее. Ты понимаешь, что у всего есть эта сила, у всего. И эфир — это тоже ведь сила, которую можно применять. Но с другой стороны, она вокруг нас, эта сила находится, тот же самый эфир вокруг нас находится. Но мало кто с этой силой может взаимодействовать. А у человека другая сила, например, мускульная сила есть, когда уже эти энергии более плотные. То есть сила более плотная, она проявлена уже в жилых, сухожилиях, мышцах, в крови и так далее, в накачке. То есть тут целая такая механика идет. Есть энергия мысли, то есть сила мысли. Вот когда мы начинаем не просто так абстрактно слово энергия говорить, а с точки зрения понятия, что это сила, которую можно как-то, и с которой можно взаимодействовать, которой можно подпитаться, можно поделиться, направить, то русское слово вот как раз оно в образы сразу кладывается. О, понятно, понятно, тут и поле можно подтянуть, и пространство тут можно взять, потому что сила, она и в пространстве, и пространство, и поле в пространстве может проявлена. То есть здесь много-много чего интересного добавляется. Согласен. Ну ладно, идем дальше. Ольга Панькина. Вопрос к сказителю. Если ничему не верить, тогда зачем мы пришли в этот мир? Не совсем понимаю, как это ничему не верить. Все равно человек чему-то верит. Слово «вера» в русском языке — это то, что можно каким-то образом измерить, посчитать, проверить, сверить. Это не то, что лежит как данность какая-то, как аксиома. Поэтому сама весь правоверие это то, что сверяет с Луной ее календарь. Если ничему не верить, тогда, конечно, зачем жить? Опять же, русский язык настолько интересен, что в зависимости от того, и как произносить, и в каком контексте произносить, и как написать, даже если это отталкивается от простейшей буквицы, 49 квадрата, то в этом случае там получается огромное количество понятий «вера». Вера с точки зрения быта. Верю-не верю. Ты вот бабушке веришь? Или там дяденьке этому веришь? Верю-не верю. Можно поиграть. Или разложить на более какие-то интересные, например, слово «культура», чтобы там оно было связано с словом «культура». Вера другое понимает, понимание получает, имя вера, и так далее, и тому подобное. Но та вера, про которую идет речь, это же не просто вера тебе как сказителю или мне как ведущему. Скорее всего, Ольга имела в виду веру такую, более глубокую, божественную, потому что веда – это мудрость, рай – это первичное божественное сияние. Вот раскладываете, что это такое. А это не просто верю-не верю, хочу-не хочу, понимаю-не понимаю. Здесь это углубленно очень, очень-очень так потаенно, где-то даже сакрально уж не побоюсь это слово произнести. А вообще, да, верить ничему нельзя. Это, конечно, интересно звучит. Ну ладно, Стеша А. Вопрос в эфир. Почему церквушки строятся на кладбищах? Спасибо. Загробный мир, это одна из таких вещей, когда человек должен быть сопровождён. Если это родовое общество и есть какие-то свои обряды родовые, этим занимаются, ну, в основном старшие люди. Когда родовое общество разрушается, тогда занимаются специальные жрецы. Те, которые уже не из рода, а те, которые обслуживают, может быть, даже не одно поселение, а несколько поселений. Наверное, в тех местах, где хоронили людей, всегда была какая-то обрядовость. И всегда было нечто типа жреца и каких-то сооружений культовых, чтобы люди могли не только достойно проводить, но и достойно вспомнить потом, достойно помянуть, как правило, многие деревни и населенные пункты разрушались, а кладбища оставались. Потом это дело стали делать для того, чтобы привлечь к себе деньги. Это все стоит денег. И это стало другой причиной, почему стали строиться культовое сооружение. И не только церквушки. Ну, не хочется все так переводить деньгах. Я думаю, что и сегодня есть люди, которые ухаживают за могилами, есть честные служители, те, которые, которые, ну, как-то следят и за кладбищем, и за всем остальным. То есть, это такой долг служения. Церковь не только на кладбище, но на кладбище в том числе. И дай Бог, чтобы были честные служители, которые за всем этим смотрят. Но надо вообще разделять. Есть кладбище, есть погост. У славян это называлось и славяно-аре, и славяно-русов в древности погостами. Это нигде хоронили, нигде складывали что-то вот в виде тел, которые гниют. Поэтому насыпались курганы, ставились памятные какие-то знаки, ставились камни, много-много еще другое. И вот рядом с этим местом могло быть культовое место, которое на церковь могло быть и не похоже в современном виде, но там определенные обряды могли производиться. А вот то, что сейчас кладбищами называется, оно же посвящено конкретной тематике, конкретном одном проекте. Поэтому там и происходят определенные службы для тех, кто верует в том, что вот есть загробная жизнь, как описано это в Библии, а не как это было в древности сказано и как оно есть с точки зрения славяно-ведической, славяно-русской, славяно-арийской культуры. Поэтому кладбище кладбищу рознь, если это кладбище, это одно, если это погост, это другое, да и церкви, и священные какие-то места, они тоже разнятся, исходя из предназначений. Поэтому не все так однозначно. А современное, да, поскольку у нас больше именно христианства сейчас преобладает, и кладбищи разрастаются, просто растут кладбища, растут, растут, такое странное, вроде мертвецы, а растут, да, вот понятие такое, но что есть, то есть, то есть, земельку не бережем, ее расходуем не по назначению, оскверняя своими гнилыми телесами. Вопрос в эфир от Владимир Азматич. Андрей, вот у тебя в сопроводительной записке к эфиру написано, что передача о том, для чего человек нужен Вселенной. Расскажи, откуда вообще взялась мысль, что мы нужны Вселенной? Вот первый вопрос, откуда взялась мысль, что мы нужны Вселенной? Возьми телескоп и оглянись вокруг Земли. Пустота, наполненная жестким, смертельным излучением Солнца, а дальше вообще на многие кубические километры пустоты, такой пустоты, что и чисел таких нету, эту пустоту перечесть. Так что не нужно строить иллюзии насчет нашей нужности Вселенной. Единственная надежда, что человек нужен Земле, но если и этой надежде не получится найти надежные подтверждения, то останется только один вариант. Человек нужен только человеку. Может стоит сразу отбросить иллюзии и начать свое рассуждение, что человек нужен только самому себе, да и то не во всех случаях. По крайней мере это надежная отправная точка. Хорошая точка, да. Если человек нужен только самому себе, то постихоньку он станет либо паразитом, либо жертвует паразитом. Если человек не объединяет вокруг себя ничего, если он не преобразует мир и не образует вокруг себя род, природу и родину, тогда конечно тут никаких слов нет. Что касается того, что вокруг нас пустота, ну это кто что видит. Невооруженным глазом видно солнце. В принципе оно не так далеко. Если мы заглянем ватом, то наверное в большинстве понимают, атом это тоже пустота. Но ничего пустого нет. Мы это не просто единица, которая случайно сюда попала и оглядывает со всех сторон, как бы ее не сожжали. Мы это часть вселенной. Когда кто-то говорит, что есть какой-то проект по поводу меня, и я войду в этот проект как жертва, я думаю, что я буду сопротивляться. И ту пустоту, которая есть вокруг меня, я живу в Сибири, в городе Тобольске, здесь очень много болот, и кажется, что эти болоты это тоже пустота. На самом деле нет. На самом деле есть люди, которым это пустота родная, и которые в этой пустоте живут, преображают ее и делают роднее, не только для себя, но и для всех остальных людей. Поэтому если человек нужен самому себе, только это очень грустно и нехорошо. Человек нужен прежде всего всему миру, всему, который есть вокруг него, понимает этот человек или не понимает. И весь мир, который есть вокруг него, он тоже нужен человеку, понимает этот человек или не понимает. Мы можем чего-то недопонимать, можем чего-то недочувствовать, мы можем чего-то не увидеть, мы можем думать, что между Землей и Солнцем существует только пустота. На самом деле, Земля, Солнце, нейтронные звёзды, центры Вселенной, центры галактик — это такие суперсконцентрированные центры, которые влияют на всё. Но это не значит, что всё остальное — пустота. Если посмотреть из Москвы, то большая часть России — это пустота, в которой ничего не происходит, ничего нет. Но это совершенно не значит, что там нет людей, совершенно не значит, что для этих людей нет ничего родного, и совершенно не значит, что люди, которые там живут, они не творят, не преображают мир, и ничего не происходит. И это так. Да, но здесь, мне кажется, однобоко-то нельзя смотреть. Если, конечно, с точки зрения дарнинской теории в кавычках смотреть, то в этом случае обезьяна, она рождена только для того, чтобы быть обезьяной. И спрос с нее как с обезьяной. Да, в общем-то, и для Земли вряд ли что-то она полезное делает. Ну, живет себе, живет, бананы срывает, кокос трясет, да и все хорошо. Если мы говорим все-таки про человека, то в этом случае здесь, как минимум, библейский проект приписывается. А если уж мы говорим про человече, про аза, то в этом случае здесь что-то более серьезное. И необходимо понимать, а вообще-то идея, мысль существования этого человека в чем? Для чего он здесь, на Земле? Какие он получает уроки? Что он обратно приносит? Тот же самый рот, о котором писал Владимир ранее. Тот, который он считает разделенной, небесной, земной. И если мы говорим с этой точки зрения, тогда много стоит на места. Тогда и любой атом, он ради всей Вселенной и ради всех миров, которые только могут быть. А каждый мир ради этого атома, потому что они так или иначе взаимосвязаны, несмотря на то, какие там кубические километры пустоты, как написал Владимир, его не окружают. Но человек – это не просто атом. Здесь и атомы, здесь и внутренние Вселенные, и миры, и много-много чего другое, в том числе и Высшее Я Божественное, которое проявляет себя, и которое не находится здесь, рядом с Землей, которое может находиться в иных пространствах с иными измерениями, коих несчислимое количество. И даже невозможно это представить кубами какими-то, или чем-то еще в километрах, или там гека, чего-нибудь там таком. Вот, поэтому не все так просто, на мой взгляд. Сказка более интересная. Я думаю, что один атом способен разрушить весь организм человека и способен его защитить. Один человек может сжечь Москву или взорвать всю Землю, а может быть и Солнечную систему. Согласен. Сергей задает тебе вопрос. Почему все хаят христианство и никто не трогает ислам? Потому что легче и безопаснее? Я не хаю христианство. И к исламу отношусь точно так же. Были люди, которые из христианства сделали тот культ, который мы сейчас называем христианской церковью. Во всех народных символах крест идет как очень важная культовая единица, которая отображает весь мир. И само по себе христианство — это одно. А христианская церковь — это совсем другое. Точно так же, как сама по себе наука — это одно. А конкретные научные институты — это совсем другое. Ислам позируется на лунном календаре. Большой разницы отношений к символам, допустим, таким как к крестам, я, по крайней мере, ничего особого не вижу. Есть другая настройка людей. Она базируется на психологии людей. Но и там, и там есть церковь. Ислама в том понимании лунного календаря, какое оно приняло после магабитанства, ну, это уже государственное или такое межгосударственное течение, основанное на наживе, которое призывает поступать таким-то и таким-то образом. То живое, которое было в родовой культуре и в народе, оно ушло из обоих церквей, и этого нет. Просто христианская церковь, она как-то вот постоянно окружает, забирает многие здания и сооружения, строит новые, имеет много денег. Ислама уменьшу видно. Ну, по крайней мере, для нас. Да, я хочу дополнить, Сергей, дело в том, что все не могут хаять христианство, потому что в России огромное количество христиан, как они себя считают. Хотя, на самом деле, настоящих христиан я встречаю очень-очень редко. Вот именно настоящих христиан я очень сильно уважаю. Это люди, которые полностью выполняют те устои, которые необходимо соблюдать каждому христианину, которые живут в христианских общинах, которые исполняют молебны по тому расписанию, которое установлено в церкви, и которые, когда на службе присутствуют, они голосом поддерживают все службы, а не просто стоят со свечкой или крестятся. То есть, христианин настоящий, христианин, он должен эти три постулата соблюдать. Вот таких настоящих христиан я, как правило, очень-очень редко встречаю, и я с уважением снимаю перед ними головной убор, потому что это удивительные люди, и которые достойны уважения. А другие люди, они себя причисляют к христианству, при этом вообще ничего об этом не знают. Многие из них даже Библию в руках ни разу не держали. И они не то, чтобы там Библию, они даже и каких-то других писаний не читали, и не пытаются с этим разобраться. Просто так с точки зрения культуры появилось. Так вот, таких людей сейчас в России большинство, которые так или иначе себя причисляют к христианству. Ислама меньше, буддистов еще меньше. Поэтому уже не все. Это раз. Во-вторых, я и вот лично, и Андрей, как-то, наверное, в этой передаче слово-то не произнесли, что это плохо или хорошо. Так что насчет хаят здесь вообще не подходит, и слово это неприменимо. Вот как минимум в данном контексте, данной передачи. Вот. Почему никто не трогает ислам? Да ислам тоже трогают, только в тех регионах, где ислама большее присутствие. Здесь Андрей тоже указал на то, что все-таки у нас большее присутствие христианства, поэтому оно больше с нами взаимодействует. И какие-то иногда бывают казусы, ну, скажем так, как не очень хорошие, когда какой-нибудь взорвавшийся так называемый священник ведет себя совершенно не по-святому. Вот такие моменты и есть. Это то же самое, как какой-нибудь там правитель что-нибудь такое вытворяет, а потом про него по всему миру говорят. Ну, если уж ты назвался священником, так уж будь любезен, тогда живи по тому столу, который тебе в твоей религии каким-то образом завещан. Вот. Поэтому, первое, никто не хайдет христианство здесь, во всяком случае, и мы уважительно всегда относимся к тому, что есть у нас окружает, и к своему прошлому тоже. А во-вторых, просто с ним чаще взаимосвязи, поэтому чаще упоминается. Вот. Идем дальше. Анжела Шемшур. Вопрос. Да, еще хочешь сказать? Говори. Да. Вся проблема в том, что христианство связывают с еврейским парнем, который каким-то образом пришел в Израиль и принес ту культуру, которую он где-то увидел. Христианство не ограничивается теми заветами, которые этот парень дал своему народу. Оно гораздо шире. Оно было много где истреблено. Вот такой крест, он сейчас есть только вот в такой русской православной церкви. А раньше это была основа того, что мы называем крестьян. Жить в ладу со всем небесным родом, питаться теми силами, как сказал Алексей, которое нам дает весь мир, который есть вокруг нас. Не просто растения, животные, а все, что нас окружает. По крайней мере, все силы галактики. Это и есть истинное христианство. Только оно делится, каждый календарь делится на сутки. Это то, что каждый человек должен делать за день. Оно делится по лунному календарю. То есть это те действия, та жизнь, которую должен жить человек по лунному календарю, соблюдая те особенности, которые дает Луна, вращаясь вокруг Земли. И есть по солнечному календарю. И вот этот весь крест, который человеку дан от истока до устья, то, что им передали как Иисус, человек тащит вот то, что мы называем Христос. Крест-ось через все вот эти центры. Это и было когда-то то, что мы называем и христианством, и мусульманством. У буддизма от этого осталась в основном такая дорога. Сам принцип предназначения человека. Все гораздо шире. Может быть, через сто лет, если вдруг ученых-физиков задавят, и они не докажут, что Земля живая, физику будут вспоминать как научное учреждение, которое необходимо выучить, не знаю, теорию относительности, и еще две-три формулы. И это будет физика. Вполне возможно. А всех ученых, которые говорят о том, что все вещество живое, либо убьют, либо не знаю как. Сейчас с христианством мало что связывает похожего на христианство. То есть это те церкви, которые нас окружают. К церквям христианство не имеет никакого отношения. Крест христиане возникли намного раньше, чем образовались эти церкви. И эти церкви это борьба с ними. Когда говорят, что нужно стравить христиан и язычников, одни просто стоят на основах какой-то веры, те, которые еще были до введения вот этого креста, а другие говорят, что есть крест. Он есть каждый день. Каждый день нужно спать в полночь, отдыхать в полдень, встречать рассвет закат. И это вот наш крест такой. Мы от этого получаем силу. И никаким образом это не связано с делением на религии, на церкви, еще на что-то. Это один общий нормальный как сказать ход жизни. Ты знаешь, всегда разделяет политика и религии людей. Вот меня часто спрашивают, вот сейчас выбор готовится, и выступают люди, вроде правильные вещи говорят. Вот правильно, и этот говорит правильно, и этот говорит правильно. Смотришь каких-нибудь религиозных деятелей, и этот правильно говорит, и этот правильно говорит. Смотришь каких-то политиков, и этот говорит правильно, и этот говорит. Но после их разговоров почему-то происходит междоусобица. Все разделяются, все пытаются друг другу что-то доказать. У меня же подход простой. Если вы вспомните то, что нас объединяет, наших предков, наши традиции, уберете из этого политику, религию и то, что еще дополнительно как-то откучковывается, нас откучковывает, то в этом случае все вдруг почувствуют, что разницы особой между нами нет, между белыми людьми особой разницы нет. Что рода одни, предки единые. Я именно белый, о расе говорю в данном случае. В других народах тоже самое работает, но я в данном случае про расу говорю. И в этом случае прекратятся все междоусобицы, прекратятся какие-то там грубости, гадости в отношении своего ближнего. Всего лишь только отбросить наносное и вспомнить свое родовое. Ведь у каждого, независимо от того, атеист, христианин, мусульманин, буддист, ведист, язычник, родновер, неоязычник, есть свой род. По папе, по дедушке, прапрадедушке и так далее. И все они куда-то уходят в одно место. И уходят настолько далеко и давно, что в те времена и христианства не было, и ислама не было, и буддизма не было, и много чего другого не было. Но эти же предки наши жили. Они же позволили нам сейчас существовать. Они же создали то, в чем мы сейчас существуем. И непочитание своих предков это удар по самому себе. Ведь если вы стреляете в прошлое из пистолета, отсекая своих предков, то будущее выстрелит вас из пушки. Вот это надо учитывать. Поэтому откидывайте то, что нас разъединяет, и обращайтесь к тому, что нас соединяет. Все. Не будет ни войн, ни расприй, ни каких-то там революций. Мы просто вспомним, кто мы, для чего мы здесь. И как быть. А уж там дальше религия, это ваше личное дело. Мену ни разу не колышет. Вот хотите верить в то, что Иисус Христос ваш спаситель? Верьте, пожалуйста. Помогает это вам? Здорово. Хотите верить в то, что Перун прилетит в голубом вертолете на какой-нибудь Вайтмане и спасет? Да, пожалуйста. Хотите там Магомеда славить и Аллаха? Это ваше дело. Буду вам ближе? Да, пожалуйста. Не верите ни в кого? Да, сколько хотите. Если вы живете в ладу с природой по совести, не обманывайте, не врете, вот вы мне брат, вы мне сестра, а если еще вдобавок вы раса единой со мной, то в этом случае какие-то вообще разговоры-то могут быть, да? В одном случае вы духовные братья, в другом случае мы вообще с вами братья и сестры во всех смыслах этого слова. Поэтому почитайте свои рода. Сначала вы рода почитайте, а потом уже отталкивайтесь от той религии, которая есть. У нас сейчас говорят так. Если ты вошел в религию, позабудь свой род. Все это там древность какая-то, все это уже не надо и да, ребят, ну это же бред. Ну как вы такое можете вообще допускать? Ну, разве нормальный священник когда-нибудь скажет, что у вас нет рода? Разве нормальный священник когда-нибудь скажет, что не надо почитать свой род? Да нет. И получается как раз об этом говорят те, о которых Андрей вот так вот несколько презрительно высказался, что они деньги делают. Потому что если они будут только сюда смотреть, то в этом случае для кое-кого это будет кормушка. А если они будут смотреть более широко, зная, кто их родичи и что они не свиньи подзаборные, ну вот тогда что-то может быть изменится, тогда может быть священник на самом деле станет священником, а не каким-то там барыгой, который бабла зарабатывает. Вот об этом говорил Андрей. И я с ней в данном случае согласен. Идем дальше. Ты хочешь что-то дополнить еще? Даже не совсем деньги. Наживо творятся. с нас. Ну хорошо. Кто-то сказал бы еще грубее, там стригут баранов, да? Я такие высказывания тоже видел. Ну ладно, не будем обсуждать эти высказывания, это жестко и, наверное, не к месту. Нет, я имею в виду в том плане, что забирают нас живу. Себе. Ну, в этом случае да, она жива, живу забирает. Согласен, да. Идем дальше. Анжела задает тебе вопрос. Так, а что, Фаты и Лили не было и рука тянется за скалкой? Может быть и была. Может быть. Было троичное вот такое, не знаю, как показать. Вот такое вот троичное разделение мира. Когда была зима, осень, весна, была Леля, Фата, месяц, ночь, утро, вечер. Вот так и было. Ничего просто так с неба на землю не сыпется. Можно исследовать всякие вещи. Может быть. Какие-то спутники еще когда-то могли лететь вокруг Земли. Все это допустить можно. но ничего с неба на землю просто так не падает. Если природа запустила какой-то спутник, и если живое вещество вращается вокруг другого живого вещества, ну, по моему представлению, ничего такого, что бы могло разрушить естественный код событий, ну, скорее всего, быть не может. Если когда-нибудь еще покажу одну вещь, встречали вот такой вот символ, вот такой символ, это то же самое, что вот такой крест. И когда троичного понимания мира каким-то образом наши предки переходили на то, что мы называем христианство или крестьянство, то есть это жизнь по календарю, который имеет четыре кризиса, то есть который похож на крест. Вот такой вот. А были или не были как-то спутники, как они сейчас называются или тогда назывались, тяжело сказать. Но я думаю, что весь естественный ход событий, который идет, он не прерывается. Не исчезают какие-то луны, никуда тут не пропадают, не бухаются на землю, представьте, упало что-то на землю. Земля же вращается еще, при этом оно должно разорвать довольно тонкую земную кору и выплеснуть столько лавы. И тут просто не хочется приводить физику, потому что те же споры там о том что земля плоская или круглая вращаются вокруг нее спутники по той орбите, которая идет параллельно солнечной системе или возможны какие-то спутники, которые будут вращаться перпендикулярно. Земля круглая, но земная система с луной она плоская. Точно так же, как плоская земная система Юпитера, точно так же, как плоская система солнечная или звездная. То есть все растянуто и все имеет свой естественный код событий, который не прерывается просто так. Но Юпитер не падает в спутники. Ну, могут падать какие-то кометы, те, которые не Юпитера кометы, но это совсем другое. Так же, как метеориты падают в некоторую землю. Это все возможно. Но не скучно. Хорошо. Надежда, что такое Пасха? Вопрос тебе. Пасха в нашей родовой традиции это день, когда люди возвращались с весенних работ. Каждый род, каждое поселение, община имели надобность в работах удаленных от того места, где живет община. Либо это была торговля теми вещами, которые зимой производились, либо это были излишки продукта, тоже в торговлю шли, либо это была вырубка леса где-то на верховьях и пригон леса по весенней воде ближе к селению или в само селение. И для того, чтобы эти работы проводились, а проводиться они могли только в это весеннее время, потому что все остальное время занято чем-то другим, а зимой это делать невозможно. Так вот, прощенное воскресенье это как раз было тем днем, когда людей провожали для этих работ. В основном это были мужчины. Ну, в редких случаях они брали с собой мальчиков своих детей. И люди уходили на полтора витка луны для производства этих работ. Вещь это была опасная, сложная. Были люди, которые не возвращались. Поэтому перед уходом с этими людьми прощались. и очень сильно радовались, когда они приходили. Потому что каждый мужчина в общине это дополнительная сила. Пасха это то время, когда эти люди возвращались и община начинала жить общей совместной жизнью снова. Полная. Ну, за исключением тех людей, которым вдруг не повезло и они не верили. Поэтому была антипасха через 9 дней. И те люди, которые не вернулись, их оплатили. Как-то вот так. Хорошо. Русич, вопрос в эфир. Если не продолжать свой род, то как это повлияет на следующее воплощение? Ну, единственное, как это может повлиять, это никто здесь ждать не будет. то есть те души, которые здесь каким-то образом остаются после нас, они помнят нас, они желают, чтобы мы вернулись. Чем больше род, тем больше людей осталось, тем больше вероятности, что человек вернётся. если у него есть желание и если он не судит себя таким образом, что ему воплощение запрещено. Поэтому не иметь своего продолжения это большое горе. хорошо. Ну что же, все вопросы реплики мы озвучили, которые в чате Народного Славянского Радио появлялись и в чате канала YouTube, youtube.com slash slavradio и наш сайт slavradio.org славradio одно слово без пробелов и прочих-прочих знаков разделительных. Теперь пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи и прощаться с нашими радиослушателями и зрителями и желать что-то доброе, вечное и красивое. Пожалуйста, сделай это красиво. еще раз поздравляю всех женщин, которые нас смотрели, которые есть в наших родах, которые живут на нашей земле. Здоровье, счастье, удача во всем. Хочется всем нам пожелать того, чтобы мы любили себя, любили свой род, любили все то, что нас окружает, природа, Родина, земля, небо. И если мы любим это искренне, если мы жертвуем ради этого собой, если мы трудимся и преображаем мир вокруг себя, объединяем его, если мы творим свой род, воспитываем своих детей, славим своих предков, то сил данных нам этим миром должно хватить, чтобы победить любых паразитов, чтобы жить в ладу с собой, с этим миром и со всем, что нас окружает. Поэтому любви, здравия и понимания мира. Ну что ж, благодарю. Благодарю тебе, благодарю всех наших радиослушателей и зрителей за участие. Если у вас какие-то вопросы появляются, пожалуйста, пишите, комментируйте, но с одним только условием. если вы хотите изложить мысли, то, пожалуйста, переходите на уровень, который выше элочки-людоедочки. Эмочки, вроде эмочка, да, там. Потому что, когда кто-то пишет фигня и не объясняет, почему, я задаю вопрос. Будьте любезны, обоснуйте, в чем фигня, где фигня, когда фигня, что вы имеете в виду, конкретно укажите на те ошибки, которые были сделаны, на неточности. Потому что, если вы просто так написали, то это ни к чему хорошему не приводит и никаких работ над ошибками не производится. Осознанный и осознательный человек, он всегда пояснит, что он имел в виду, с чем он не согласен или сделать какие-то уточнения для того, чтобы улучшить, например, эфир, улучшить донесение информации, обратить внимание на какие-то неточности. А если просто так фигня или там какое-то матерное слово, то в этом случае, если человек не отвечает и не обосновывает свою позицию, я это считаю за то, что называется словом спам. А спам не приветствуется у нас. Это не здравомыслие. И такое описание вместе с его автором отправляется в бан. Тоже такое есть современное понятие. поэтому если вы пришли на каналы, где приветствуется здравомыслие, то, пожалуйста, будьте любезны это здравомыслие проявлять. И если вы с чем-то не согласны, то будьте любезны обосновывать свою позицию, ибо это полезно и вам, и тем, кто читает, и тем, кто программой делает. Давайте все-таки делать мир к лучшим, к лучшим, а не уподобляться тем, кто просто так все хает, только ради того, чтобы пахаять. Вот у нас такие пахайщики не приветствуются. Мне остается напомнить, что по одному из современных календарей у нас 8 марта 2018 года четверг, по одному из старинных седьмой день месяца пробуждения природы 7526 лет от пятницы «Род земной, род небесный» была тема сегодняшнего нашего живого эфира автор-сказитель Андрей Новиков. Я прощаюсь с вами. Напоминаю, вы слушаете Народное Славянское Радио. С вами был Алексей Андрей Новиков. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть Народное Славянское Радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин